вам знакома такая ситуация когда в жизни например человек во что-то вцепился и и держит и не может это отпустить когда уже вся вселенная ему всеми знаками семафорит слезь сдохлой лошади и иди дальше но человек упорно вот держит вот я хочу именно так я это изменю я хочу чтобы это было именно так и человек настаивает на на своем варианте смотрите сейчас приведу примеры это может быть например женщина прожила с мужем много лет муж никакой он ее там не устраивает отношения плохие но она хочет жить именно с ним она хочет изменить его изменить отношения с ним на проходе там разные духовные изменения практики то есть меняет себя чтобы вот изменился он там всякие проработки то все но но иногда нужно понять что с этим человеком именно ты не будешь счастлива вот уже уйди до потрачено много лет жизни вся молодость там ушла потратила лучшие годы до столько сил грохала но иногда нужно признать что вот я банкрот и и надо начать жить уже по-другому как бы все вот это надо отпустить с этим толку не будет или работа вот человек хочет я хочу именно эту работу я хочу именно здесь работать пусть изменится там коллектив начальник пусть мне повысит зарплату но я усруюсь но не покорюсь короче я с этой работы не уйду да или на каком-то месте человек живет ему вот вся как бы все обстоятельства его сжимают что надо уехать надо что-то поменять но человек сел и такой я сдохну на я с места не стронусь я никуда не уеду я никуда не уйду там и еще там ну вот это вот касается всего очень многих аспектов когда человек вот настаивает что я хочу чтобы было именно так а это знаете вот говорят что вода мир это зеркало иногда люди думают что вот если я смотрю вот в это зеркало но мне не нравится сейчас я изменюсь и вот мое отражение конкретно вот это изменится но иногда бывает так что надо отвернуться от этого зеркала и посмотреть в другое зеркало понимаете когда пытаешься и понимаешь ему не получается надо понять что вот это вот надо отпустить развернуться в другую сторону и посмотреть в другие зеркала и там ты найдешь вот отражение лучшее отражение себя понимаете сейчас такая притча мне вспомнилась как бы идет человек по улице видит в саду сидит женщина рядом женщина и собака собака лежит и скулит человек спрашивает мадам почему эта собака скулит женщина отвечает она скулит потому что лежит на гвозде и ей больно тогда почему же она не уйдет говорит этот человек а ей недостаточно еще больно чтобы встать и уйти и вот есть очень многие люди как как вот эти скулящие собаки на гвозде лежишь скулишь то есть больно скулишь но еще значит не достаточно больно чтобы что-то встать и изменить понимаете такой вот все равно принцип вселенной она будет сжимать не то чтобы она будет сжимать вот это вот сопротивление божественному источнику проявлению она будет давать еще больше неприятностей то есть чем больше мы сопротивляемся тем больше еще неприятностей наваливается когда вот показывают куют носом что это надо изменить это надо оставить это надо оставить и пойти вообще в другую сторону и тогда ты освободишься это еще знаете тоже вспомнила как обезьян ловят где-то там в африке не знаю где когда в кокосе там вырезают дырочку ложат на дно какую-то там вкусняшку обезьяна сует руку зажимает кулак и уже с зажатым кулаком она уже руку вытащить не может и все и она она не разжимает кулак чтобы убежать и так обезьян ловят потому что она никогда не разожмет кулак чтобы вытащить руку и стать свободной и поэтому она попадает в такую ловушку хотя стоит только отпустить руку отпустить освободиться и также у нас очень часто происходит когда мы не хотим отпустить и как-то страшно непривычно там еще ну разные вот эти все страхи в основном это все страхи да для того чтобы стать свободным но не освободившись не отпустившись не освободишься как бы да